Всем привет, вы на канале Apollo Games, и сегодня мы поиграем в Hide or Die. Что в переводе? Спрячься или умри. Что-то наподобие Dead by Delight'а, то есть многопользовательская игра. Так, нам предлагают сыграть в обучение, я специально его не проходил, потому что в обзорах нашел то, что обучение какое-то интересное. Давай же начинать, изучите базовые принципы Hide or Die. Выглядывайте осторожно, другие игроки могут вас, наверное, увидеть, или еще что-то. Это зона 1А. Округ Бейл, Западная Виргиния. Или Бирджиния. Так. Воу, тьма, кулаки рукопашные. Так, выберите телефон, текущее задание. Я же нажимаю, почему ты не достаешь? Может быть что-то другое? О, достался, добро пожаловать в Hide or Die, постарайся не умереть. Ответьте на это сообщение нажав Enter. А затем, набрав сообщение, нажмите F, чтобы включить-выключить фонарь. Угу. Нажмите и затем Enter для чата. Нажмите M, чтобы открыть карту. Телефон, кстати, достался нифига не на кавычки, а на вообще R. Так. М. А, то есть, карта у меня в телефоне, ё-моё. Так, стоп. То есть, на M ты тоже достаешь телефон. Но я хочу сменить. Подожди. Мне не это надо. А, на T он достается. Enter. Это я в чат буду писать? Т.е. я с другими игроками буду так переписываться. Я правильно понимаю? Ммм. Ну всё. Доберитесь до моста. Текущее задание. Пошли. Графоний, сразу могу сказать, очень приятный. В обзорах жаловались, что оптимизировано как-то хреново. Но я, в принципе, просадки сейчас не замечаю. Может быть, когда мы будем играть матч, там что-то будет по-другому. Больше карта, больше объектов. И это будет всё не оптимизировано. Так. Мост. Мост далековато. Информация. Так, ящик. Ничего не могу трогать. Ну, тупо, наверное, идём. По тёмному лесу и пугаемся? Нет. Сейчас на нас маньяк откуда-нибудь выскочит из-за угла. Запас сил. Рывок истощает ваши силы и создаёт шум. Полоска сил появится, когда у вас останется менее 50% запаса сил. Ага. Открывать я могу это как-то? Нет. Так, completed. Избегайте охотника. Текущее задание. С, чтобы присесть. Ладно, пока выглядит интересно. Присев, вы можете залезть под небольшие объекты, а ваши шаги будут тише, чем при ходьбе. У меня сердце бьётся, потому что рядом охотник. Так, фонарь выруби. Налево control. И клавишу, джойстик направления, чтобы что? А, всё, понял. То есть, control и влево-вправо. Вот так вот выглядываешь. Интересно. Он ещё что-то там говорит. Интересно, насколько меня вот так вот видно. То есть, за маньяков-то этих будут играть игроки. А, я даже привстать немножко могу так же на control. Ладно, давай двигаться дальше. Угу. Он прошёл. Я могу пробежать. Не на приседе. Наверное, да. Стоп. Он превратился в какую-то тучку насекомых? Избегайте охотника. Так. Вон мусорный контейнер есть. Скорее всего, он сейчас где-нибудь здесь выйдет. И мне скажут, спрячься. Нет? Ладно. Нажимайте Е у разных объектов, чтобы в них спрятаться. Угу. Я могу приоткрывать так же на control. Сердце очень сильно бьётся. Значит, он где-то очень рядом. Не-не-не, ты закрой крышку. Если я приоткрою. Какой-то тип с гарпуном. Ну да. Всё, вроде ушёл. Через дом пойдём? Давай. Разграбьте дом. Дом. Текущее задание. А, ну вот, нам подсвечено, что мы можем взять. Лопата. Е, чтобы подобрать. Лопату забираем. Кольт 6. Патроны к нему. Мощные патроны. То есть, я ещё буду отстреливаться. Не только прятаться. Угу. Убейте тёмных существ. Чё? Хе. Чё за мешки упали? Ё. Пройдите по тёмным спорам, чтобы набрать очки тьмы. Так. Вон ещё не собрал. А зачем они мне? А, что-то накопите, типа 300 этих даркпоинтов. Для чего-то. Запустите извлекатель со щитком. Наверное, что-то можно будет покупать за это. Выполните действия с активатором извлекателя тьмы. Извлекатель тьмы можно включить, чтобы они поглотили много тьмы. Для этого нужно выполнить несколько шагов. А, щиток. А я стою, жду. А, несколько даже щитков. Чтобы включить, нажмите сочетание клавиш, которые сделают все огоньки зелёными. Чтобы щиток заработал, нужно завершить три этапа. Для подтверждения или выхода из щитка нажмите Е. Как я с этим взаимодействовать буду? Подожди, давай ещё раз. Как это происходит? Ну, то есть нажимать на вот эти вот тумблеры я не могу. Что? Странно. Подожди, ну пошли тот посмотрим. Так. Как ты должен работать? А, я должен цифры тыкать. То есть 4, 9, 3. Так, ещё и несколько раз. 0, 8, 5, 9, 3, 2. То есть за это время меня пока что может маньяк схватить. И надо это делать как можно быстрее. Угу. Угу. Всё. Плюс 150 эксп. Так. 9, 2, 4, 6, 0. 1, 3. 9, 8. 6, 0. 4, 1, 7. Так. Всё. Запустили. Извлекательные, зайдите в зону извлечения, чтобы получить извлечённые очки тьмы. А вы, может быть, расскажете сначала для чего-нибудь? Станьте рядом, чтобы собирать тьмы. Так, стоп, стоп, стоп. Неожиданно. Мне никто не сказал, что на меня будут ещё и нападать. Но отлетают они от лопаты, конечно, красиво. Как мешки опять, но нормально. Так, вот тут ещё. Почему ты не собираешь? Ты там ещё жив? Да вроде нет. Угу. Всё, мне отсюда нужно сваливать. А куда? А, туда. Давай ещё вот в хижину какую-то заглянем. Тут ничего интересного. Вот эта местность мне что-то не очень нравится. Опять заправьте извлекатель. Берите канистры рядом и выливайте их в генератор. Ё-моё, я не перезарядился. Стой, стой, стой. Нормально по головам, если лупить. Вообще отлично. Почему не всё собирается? А, вот, нормально. Так, ладно. Вон канистра подсвечивается. Хватай. Хватай. Ну? А, нужно зажимать. Теперь заливаем. Всё. Нет, вон ещё канистра. И ещё канистра. Так. Я ещё и медленнее с ней бегаю. Это, то есть, всё, чем мы будем заниматься, пока нас будут ловить нечего. Достаточно? А, ну да. Два из двух. Как-то очень долго. Голова с плеч. А там маньяк должен появиться. Боже, встаньте рядом, чтобы собирать тьму. Потому что там опять вот эти вот насекомые, в которых он превращался. А, превратитесь в охотника. Шкала разложения. Что? Как я должен это сделать? Игроки могут переходить на сторону тьмы и становиться охотниками в тёмных местах. Чтобы перейти на сторону тьмы, счётчик тьмы должен заполниться. На сто процентов. Превратитесь в тёмном месте. Ну, видимо, это то самое. Тут нужен пятый левел, а тут десятый. То есть, тут ещё два охотника. А мы можем сейчас пока только в учёных. Выберите охотника, чтобы закончить переход во тьму. У каждого охотника свои умения, которые пригодятся в разных ситуациях. Чем больше опыта у конкретного охотника, тем больше у него перков. Убейте выжившего. Нажмите F, чтобы включить тёмное зрение. Ё-моё, так темпа. В этом режиме как охотники, так и выжившие невидимы. Но при этом охотник что? От того, что делает выживший, во многом зависит то, как он виден в тёмном зрении. Если он присел или прячется, возможно, область его нахождения становится шире. То есть, он мне должен немножко подсвечиваться. Вот так вот. Так я сюда зайти не могу. В смысле? Не понял. Меня не пускает. А он мне сюда показывает. Как я должен пробить? Странно. Однако странно. Тут я пройти не смогу. Давай ещё так побегаем. А-а-а-а. Вот он что. Вон он где. Или это не он? Нет, это не он. А, это портал. Да не, мне обратно нужно. Я же его там только что видел. Ты от меня ещё стреляешь? У разных охотников разное количество здоровья. Когда здоровье охотника падает в земля, он временно попадает в режим тёмного зрения. Пока его здоровье не восстановится. Всё, я закончил типа обучения. Кью, чтобы очиститься. Зажмите. Ничего не понял. Зачем мне нужно было очищаться? А-а-а. Опять выжившего превратиться. Сирены говорят о наступлении финальной части игры. С момента их включения игроки с наибольшим числом очков тьмы охраняют места побега. Сбегите. Вон 50 метров. А, мне нужно опять через ту же дорогу идти. Давай перезарядимся тогда. Перезаряжай. А, полный запас. Оставшиеся выжившие должны что-то сделать. Мы так пройдём вообще? Тут ещё кто-то есть из выживших. Ну-ка, если я зайду в портал. Чтобы использовать тёмный телепорт, нужен перк Тихие шаги. Ам. 195 метров. Я не туда пошёл. Да, как раз таки эти ворота и открыты. На меня никто не будет нападать, пока я бегу. Ворота передо мной раскрываются. Ну, думаю, с игроками будет интересно. А так, для начала прям неплохо. Чё делаешь? Какие-то хорроры начались. Получим... Получите достижение. Какая-то зелёная футболка открыта. Нашёл матч в режиме остаться в живых. Станьте охотником и убейте выживших, либо прячьтесь от охотника. О, да, вот, фрезы начались. Кто? Оки откроются, чер. Что остаться в живых? Выжившие один из шестнадцати. То есть, я пока один на сервере, и мне пять минут ещё ждать. Место эвакуации с севера. Ну ладно, давай подождём. Я на том же месте? На той же самой карте, что ли? Или нет? Ну вот, прошло пять минут, набралось шесть выживших. Они тут пока в чатике общаются. Но телефон очень сильно вибрирует. Я надеюсь, они не будут спамить во время игры. Так, Дивномирье. Округ Бейл, Западная Виргиния. И опять я из глюка вылазил. Что ж такое-то? Ё-моё, мы все из него вылезли. Куда бежать, что делать? Ну-ка карту. Так, карта большая. Надо, наверное, оружие какое-нибудь найти, да? Тут ещё нет. Появилась тёмная сфера. То есть сейчас желающий может стать охотником. Он уже кто-то побежал. Видимо, так это и работает. А, нет, он лутать просто побежал. Датчик движения есть. Дымовая граната. Ладно, подожди, пока я это спрячусь всё. В смысле? А, либо это, либо то. Ну ладно. Выживший перешёл во тьму. Что? Как он работает? Ладно, не суть важна. Давай искать какой-нибудь пистолет. Шкала разложения. Время пока есть. Активировать. Вот. Оглушитель. Оглушитель это хорошо. Молекуляр. Э, подожди, а я могу? Это же оружие. Почему ты его выбросил? Нет, это предмет. Странно. Чёрт! И он появился прямо возле нас. Бежим, 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 бежим. Быстрее, быстрее. Так. Того чувака он, скорее всего, загасил. Так, сто опыта каких-то. О, ещё чувак с оглушителем бегает. Занято. В каком смысле занято? То есть его сейчас кто-то активирует? А, ясно. Понятно. Ну, видимо, мне хана. Да? Сейчас будем отстреливаться. Зона сужается. Так, он там чё-то заменьшевался. Давай тогда забегать. Да пропусти ты меня! Я не хочу умирать. Он решил в него выстрелить и проверить, видимо, как этот оглушитель работает. Тут лабиринты какие-то. Эксит. В смысле? Это то есть зона сужается, и она меня ест. Так, вот ещё один выход. И вон он бегает. А как я должен активировать, если там зона? Чё-то как-то это всё неправильно работает. Да? О, автомат! Быстрее бери! Хватай! Чё, его завалим просто. Давай, перезаряжайся! Ага, меня убили. Вас убили, вернуться в меню. Тьма 500, получено кредитов. Ну, чё-то как-то быстро. Отошёл перед началом матча, пока все игроки заходят. И тут тип какой-то появился на мне. Ну, потому что он зашёл после меня. И он пишет в чат то, что я теперь его новая лошадь, а он король. И просит меня катать его. Вот так вот. Аполло, моя лошадь. Это можно купить за кредиты? Класс. О, всё, спрыгнул. Теперь новая лошадь у него. Вот так вот, рабский труд. Только чё-то подлагивает. Ну-ка, сколько там пинг? Ну, ладно, всё, уже матч начинается. Ну что, попробуем сейчас его как-то убить. Вот почему я до этого не увидел этот автомат. Хотя его убить же до конца тоже нельзя вроде. То есть нужно успеть все щитки включить за это время. Чем мы сейчас и займёмся. Ребята там вроде пытались как бы это сделать, но у них не очень-то это вышло. Так, а куда тип пропал, который передо мной лежал? Появилась тёмная света. А, так она ещё и здесь рядом, то есть сейчас любой желающий побежит и станет охотником. Так, это фигня сразу. Это тоже фигня. Либо берём пушки, либо делаем эти щитки. Ну то, что зона сужается, это как-то глупо. Вот серьёзно. Так. В лабиринте полазить. О, активировать. Угу, и там как раз он и будет. Пошли этот попробуем активировать. Дым кто-то распылил. Чё? Но он меня не увидел. Давай попробуем. В смысле? Почему я не могу это сделать? Странно. Но всё, меня сразу убили. Теперь попробуем режим побег. Посмотрим, что это такое. Центральная этапия, округ Бейл, Западная Виргинля. Шаг. А почему и один появился? Много же людей было. Так, карта. И куда бежать? А я откуда должен знать, куда мне бежать? Или это потом появится? Когда появится вот этот вот охотник. Где-то он там. Я бы сам за охотника поиграл. Но если бы у меня был бы чувак с гарпуном. Он туда бежать? Может быть. А, там ещё одно место это. Ну, за доктора играть не очень хочется. Думаю, не очень весело бить электрической битой всех по голове. Вот гарпуном я бы пострелял. Ну и чё? Чё делать? Так, ладно, давай посмотрим, есть ли тут предметы. Пока что не ясно, вот... А, да, есть ещё как-то порик. Давай пока тогда лутать. Обучение было достаточно таким предвещающим нормальную игру. Но тут, как оказалось, просто две минуты ты бегаешь и умираешь. Это такое уже себе. Это что такое? Угу. Патрон для дробовика. Нам дают время залутаться. А ящики эти разбиваются? Нет, они и так открыты. Патрон к дробовику ещё один. А какой смысл спрятаться в бачке вот в этом, если он всё равно этим тёмным зрением видит меня? Так, фонарик. Могу сюда зайти? Да, вот. А вот и дробовик. Буйвол. Легендарный. Двухзарядник. Нормально. Сейчас мы сможем нормально отбиться. Так. Тут что? Свинцовая труба. Но это... Я думаю, топорик лучше. Чё там происходит-то? Шотган. Ничего интересного пока не пишут. Семь человек в игре. Какая здоровая карта. Я думал, она намного меньше. Станция. Чего мы должны дождаться? Так, ещё одни патроны. А записки и газеты почитать я не могу. Ручные патроны. У меня перевеса никакого не будет. О, а это что такое? Это типа что-то нагана, да? Ну, то есть, типа винтовки. Но у меня буйвол. Я его менять не буду. Браконьер. Тоже дробовичок. Но намного попроще. Не, ну легендарный... Я не хочу выкидывать. Так, чё там дальше? Куда идти? Куда податься? Где все вообще? И куда сбегать? Может быть уже стать охотником и поискать людей? Хотя на такой большой карте, как я их буду искать? Лагерь какой-то. Лагерь черепаха. Спрятаться. Ну, а посмотрим, как это выглядит. О, лопата очень редкая. Топорик был обычный. Я думал, он тоже какой-то редкий был. По крайней мере, синий. Так, вот. Появилось задание южный лагерь активировать. Давай, наверное, на буйвол переключимся. Если здесь есть задание, значит здесь может быть и охотник. А, ну это опять этот собиратель тьмы. Сколько? 52 патрона. Ну ладно. А, вот еще активировать. А, да. Перед этим же нужны щитки. Давай. Ну это как-то даже неинтересно. Ну, то есть у меня нет какой-то опасности. Ощущение того, что на меня сейчас может охотник уже бежать с топором каким-нибудь. Еще с чем-то. С гарпуром. Я просто спокойно активирую и иду дальше. Что это такое? Легкие патроны. Ну, видимо, на какой-нибудь автомат. Что там? Угу. Люди уже покидают игру. То есть никому не интересно. Ну давай сейчас хотя бы эту штуку активируем. Посмотрим, как это работает. Насколько сильно на меня будут здесь нападать. Так. Что это? Ё-моё. Элементы хоррора. Вот эти вот. В игре, в которой ты не ожидаешь этого. Это такое себе. Еще, наверное, очень сильно сказывается, что очень мало людей играет. Потому что игра не популярная. Она только вышла. Никто о ней еще толком не знает. Так, все извлекается. Дробовик действий. Проверим. Стоят челики. Ой, давай, быстрее перезаряжайся. Ну, ты же легендарный. Чего так долго перезаряжаешься? Так, почти что все. Шкала разложения 10. А это что означает? Так, давай телефон. 8 человек в игре. То есть еще присоединились сверху. Двое вышло и еще присоединились. Северный лагерь необычный. Активировать. Мне так и не сказали, для чего мне тьма. Или, может быть, сказали и я не заметил. Надо, наверное, по магазинчику полазить, который в меню. Может быть, там за это что-то можно покупать. Кредиты. О, 60 кредитов получил. Просто так. Ладно, ну, как-то, как-то вот прям скучновато. Может быть, вечером, когда онлайна будет побольше, будет и поинтереснее играть. Я играю в такое время сейчас, что мало людей играет. Давай заглянем в магазин. Да нет, здесь никакой тьмы нет. Акции недели. Штаны. Свитер какой-то для мужчин. У меня всего лишь 5000. Это что вообще такое? Это я какую-то вывеску могу купить? Черепашье что-то. Давай хотя бы... Вот. Одежду прикупим. То одежды вообще почти нет. Давай быстрее. Ладно, короче, вот... Ну, как-то вот так вот. Странная игра. Не самая плохая, но чего-то вот ей не хватает. И, видимо, у меня еще и магазин завис. Не хочет он покупать ее. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.